Мощнейший шторм накрыл Европу. Сиара затопила Британию, обесточила сотни тысяч домов во Франции и парализовала все воздушное пространство над Германией и Нидерландами. Самый сильный за последние семь лет шторм обрушился на Западную Европу 9 февраля. Мощнейший удар пришелся на Англию. Разгул стихии привел к закрытию мостов, перекрытием дорог и отмене авиарейсов. Самый сильный ветер наблюдается у Уэльсе – 40 метров в секунду. Во многих регионах Британского королевства ливни привели к наводнениям. Пострадали и английские соседки. Во Франции Сиара лишила электричества 130 тысяч домов, а в Ирландии рекомендуют не выходить на улицу. Но и этого бури оказалось мало. Ураган добрался до Германии. Там приостановлено железнодорожное и авиасообщение. К сожалению, стихия уже унесла жизни. В Швеции порывом ветра лодку вынесла на середину озера. В ней находились двое мужчин. Один погиб. Поиски второго продолжаются. Шторм сместится на север скандинавского полуострова, отмечают специалисты. Однако атмосферные фронты Сиары будут определять погоду в Беларуси во вторник. В ближайшие сутки в стране прогнозируют облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Коснется Беларуси и главная особенность Сиары – сильный ветер. Не обойдет стороной он и наш регион. Тем временем Белгидромет всерьез обеспокоен грядущей ситуацией. На завтра в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Специалисты рекомендуют обходить стороной шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Парковать автомобиль подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Ну а пока погода преподносит нам сюрпризы. Буквально каждый час утром ветер, днем дождь, а ближе к вечеру мокрый снег. Остается только гадать, что же будет дальше. Ведь, как известно, те люди, которые предсказывают погоду, не отвечают за тех, кто ее делает.